Субтитры создавал DimaTorzok И в Индии, и даже за пределами Индии, в каждом храме Шивы люди празднуют, молятся. И в этот день, день Шивы, в основном люди танцуют с ним. Он такой медитативный, всегда сидит в самаде. Иногда он выходит и танцует. И сегодня такой день. Очень большой день. Каждый мастер имеет свой день. И все последователи или любящие празднуют этот день. После сатсанга у нас будет музыка. Мы потанцуем. Танцуем. Танцуйте с собой. Танцуйте с Шивой. Танцуйте с мастером. С Буддами. И когда бы не был день какого-то мастера, это всегда особенный день. Потому что много людей в этот день вспоминают его. И когда бы вы не вспоминали мастера с открытым сердцем, тогда он приходит. Его присутствие возникает. Он приходит, когда бы мы его не позвали. Когда бы наше сердце не открылось, и мы не призвали его. Его энергия, его присутствие. Вы можете почувствовать их. И необходимо быть открытым ко всем мастерам. Потому что все мастера — это одно. Будь то Шива, Кришна или Будда, Иисус, Нанат, Кабир, Ошо. Или любой другой мастер. И сегодня прекрасный день. Мы будем праздновать. Мы и так празднуем каждый день. Праздновать означает быть самим собой. И когда вы приходите к себе, вы приходите к сердцу, наше сердце открывается. И когда бы вы не пришли к сердцу, будет празднование. Не важно, чем бы вы занимались. Сидите вы, смотрите, танцуете, или поете. Либо вы в тишине. Празднование происходит. Празднование означает, что ваша энергия начинает возвращаться к вам. И возвращающаяся обратно энергия становится празднованием. Медитация учит нас, как наслаждаться самим собой. Если кто-то там, хорошо. Если никого нет рядом, и вы одни, ничего там нет, вы будете наслаждаться. Но на самом деле вы должны обрести такую радость, ту радость, которая не имеет причины. никакой внешней причины, когда вы беспричинно испытываете радость. И это может случиться, когда вы приходите к себе внутрь, идете глубже внутрь. Чем ближе вы подходите к центру, тем больше приходит радость. Радость придет, тишина, любовь придут. Потому что вся радость находится внутри вас, в вашем центре. Когда вы приходите к центру, тогда будет только тишина и радость. И когда вы в радостном настроении, в радостной энергии, неважно, чем вы занимаетесь, никакого значения не имеет. сидите в одиночестве или идете просто гуляете. Находитесь вы на рынке среди множества людей. Или вы занимаетесь чем-то там на своей работе, в магазине, в офисе или у себя дома. Неважно, чем вы занимаетесь. важно, как вы это делаете. Если вы в любящем, в радостном настроении, не имеет значения, чем вы занимаетесь. Вы будете наслаждаться. И если радость не возникает, если не чувствуете радость с самим собой, тогда необходимо медитировать. Медитация означает, что я хочу идти к самому себе. Я не хочу ни на что смотреть, ничего. Слушать, моя энергия не должна идти наружу. и когда вы идете внутрь, вы получите радость ту, что не имеет причины. И это настоящая экзистенциальная радость. Это то, что ваше. Тот день, когда вы получите ее, не будет иметь значения, где вы. В джунглях, в одиночестве, в горах в одиночестве, среди тысячи людей вы находитесь. Не имеет значения. Вы будете испытывать радость. И все мастера говорят это. Наслаждайся собой. И ищи путь, как научиться наслаждаться самим собой. И на самом деле мы пришли сюда, на эту землю, на эту планету только для того, чтобы радость испытывать. Не нужно быть грустным. Нет причины здесь для страдания, для печали. Мы в печали, потому что мы приходим в свое эго. когда вы ни были в эго, вы будете в печали. Печали это означает эго. Немного эго, немного грусти. Больше эго, больше печали. Большое эго, большая печаль. Нет эго, нет печали. медитация это путь, как закончить свое эго. Когда вы наблюдаете, сидите и смотрите на свой ум, на свои мысли, на свое эго, как только вы начинаете наблюдать за ним, оно начинает исчезать, начинает уходить и прочее. Достаточно наблюдения. Просто наблюдения. Как только вы наблюдаете, потому что само по себе оно не имеет силы, это просто темнота. Когда вы начинаете смотреть на нее, оно уходит, оно удаляется. Как только ваш наблюдатель становится сильным, ум начинает слабеть и слабеть и ображдал. полностью исчезать. И через медитацию наш наблюдатель становится сильным. Медитация означает я буду наблюдать, что бы ни происходило. Хорошие настроения, ум, высокий ум, плохой, низкий ум, низкие мысли, большие мысли, безобразные мысли или красивые мысли. Мысли это просто мысли. не важно какого они типа. Конечно, нам обычно нравится, когда приходят хорошие мысли. Безобразные мысли мы хотим избегать. но когда приходят плохие мысли не нужно убегать. Вы беспокойствуют, вы очень эмоциональны, очень испытываете насилие, насильственность. Не нужно убегать от этого. В основном, когда вы в плохом настроении, вы не хотите смотреть на это. Вы говорите я не хочу на это это видеть. Вы хотите избежать этого, не нужно избегать. Вы должны просто сказать себе, какое бы уродство, чтобы плохое ни было, я просто буду сидеть и наблюдать. И через некоторое время эта энергия изменится. Вся это безобразие, весь этот гнев, беспокойство, вся жадность, все это насилие трансформируется и ваш гнев начнет превращаться в любовь, жадность в щедрость, насилие в ненасилие. Так что не нужно избегать, просто наблюдать. И наблюдение означает без выбора наблюдать все, что бы ни происходило. Не выбирайте, что вот эта мысль хорошая, она мне нравится, а эта плохая, она мне не нравится. Нет. Быть наблюдателем значит просто наблюдать за тем, что бы ни приходило. Если вы будете наблюдать, будет энергия, может быть негативная, продолжайте наблюдать, и через некоторое время, энергия изменится. Наблюдение означает свет. Вы вкладываете свет в темноту, свет наблюдает за темнотой. И когда свет смотрит на темноту, темнота должна будет уйти. Темнота не может выстоять, когда приходит свет. Когда приходит страх, гнев, негативность, наблюдает за темнотой. правильное время, чтобы медитировать. В основном вы не хотите, вы хотите убежать, потому что это ваше. Поймите это. Это мой гнев, это моя жадность, это мое насилие, это моя привязанность. Для искателя необходимо понять первую вещь, что происходит это мое, оно внутри меня. Если вы думаете, что приходит гнев из-за других, что я становлюсь насильственным из-за других, что я жадный, потому что кто-то вызывает во мне эту жадность. Нет, это внутри вас. Другой человек всего лишь повод для того, чтобы вывести это наружу. вывести ваш гнев, насилие. Если ваш гнев закончится, никто во всем мире не сможет сделать вас гневным, жадным, никто не сможет сделать вас привязанным. Тот день, когда ваша привязанность закончится, будете вы во всех отношениях, но вы не будете привязаны. Будете вы среди людей наполненных умом и жадностью, если ваша жадность закончилась, никто не сможет вас поколебить. когда что-то приходит, какая-то эмоция, все имеют эти эмоции, у каждого это есть. Никого нет в мире, у кого нету гнева, у кого нету привязанности или жадности. с этими вещами, через эти вещи ум существует. Если есть ум, гнев, жадность, в них ум становится сильнее. Ну, хорошо. Это вещи ума, природа наделила вас этим, и вы должны наблюдать. И когда вы наблюдаете, все эти негативные эмоции становятся позитивными. Вся негативная энергия становится позитивной. Это единственная химия медитации. Когда вы в позитиве, вы можете наслаждаться. Когда вы полны любви, вы можете наслаждаться. Когда вы полны деления, вы будете наслаждаться. Когда вы полны расслабления, вы наслаждаетесь. Я говорю, если Если у вас очень много гнева, это не проблема. Если слишком много гнева, вы думаете, что вы самый гневный человек в мире. Это окей. Никаких проблем с этим. И однажды, если вы будете наблюдать этот гнев, однажды вы станете самым любящим в мире человеком. Весь ваш гнев станет светом, любовью. Просто наблюдайте. Будьте наблюдательным. Кажется, что это всего лишь наблюдение. Но наблюдение – это самая большая химия. Она трансформирует все внутри вас. Я скажу одну историю. Сегодня день Шивы. Он самый древний мастер в Индии. Он известен 50 тысяч лет назад. Он был. До него никто не знает, что было. И в Индии говорят, что он тот, кто начал. Что все исходит от него. Что бы вы не видели в мире, там, люди, природа. Говорят, что все исходит от него. Что он является источником, самым началом. Что через него произошло творение. И есть много историй. Многие люди молятся и вспоминают Шивы. Медитируют. Вспоминают. Шива ом намашивая. Ом намашивая. Поют. Люди молятся. Боги молятся. Дьяволы молятся. И однажды в истории. Кто-то там молился. Пошел один в горы, в лес. И много лет призывал его. Только одна вещь. Шива. 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 Говорят. И это существо было дьяволом. Дьявол это неплохо. У дьявола очень сильная энергия. Им нравится делать плохие, неправильные вещи. Там убийства. Быть насильственными, создавать проблемы людям, создавать трудности для людей. Это их природа, вот эта негативная энергия. Но все еще это энергия. Энергии Бога, Божества, позитивные они хотят делиться любовью, тишиной, радостью. Дьявол — это противоположное, негативное. И в нас каждый имеет как Божественное, так и дьявола внуки. У каждого есть негативное и позитивное. Иногда у вас есть позитивное лицо, иногда приходит негативное. Это тоже ваша энергия. Они обе принадлежат вам. И в истории говорится, что вот этот дьявол, асур, или демон, на хинди, в индиве называемых асурами, и он начал молиться, этот демон. Продолжал, продолжал, и на сто процентов он вложил всю свою энергию в медитацию. Забыл обо всем, только медитация, только Шива. И в конце концов Шива пришел. Шива должен прийти, если кто-то зовет его. Но неважно, человек, женщина или демон, или дева, божество. Он смотрит на тотальность. Когда есть тотальность, тогда существование должно появиться. Оно должно прийти к вам. Так что в истории говорится, что Шива появился, и он сказал этому демону, «Я счастлив». «Я доволен твоей медитацией». Теперь спроси, чего ты хочешь. Чего бы ты не захотел, я тебе дам. А тот, ну, демон, есть демон. Он говорит, я хотел бы быть правителем всего существования, королем. Шива говорит, ну, это совершенно невозможно. И ты еще не зрел, ты еще не готов к этому. Я могу сделать тебя. Ты будешь... Весь мир... Все люди в мире будут подчиняться. Ты будешь их королем. Но ты это используешь неправильно. В тебе еще нет... Тут достаточной чистоты. Еще какая-то дьявольщина в тебе сидит. Попроси что-нибудь еще лучше. И тогда он начал думать, чего бы я попросить. И сказал, окей. Ну, демон, он хитрый. Он, конечно, у него такой ум изворотливый. Он сказал, хорошо. Не делай меня бессмертным. А просто дай мне такую силу, что на кого бы я ни положил свою руку, на чугу голову, что он умрет сразу в этот момент. Шива сказал, хорошо. На кого ты... На чугу голову ты притронешься, она... Тот человек сгорит. И Шива сказал, хорошо, я дам тебе вот это... Ну, как бы это качество. И исчез. И этот демон, он был таким очень сильным. И затем он пришел. Ну, в город. И начал так вот прикладывать руки к кому-то. И тот человек умирал. Он проверял вот это свое качество. И сказал, да, вот. У меня теперь есть сила. И люди приходили к нему. Он говорил, поклонись. Я... Я сильный. Если ты не будешь меня слушать, я убью тебя. Если кто-то не слушал, он просто сжигал этого человека. Он притрагивался к нему, и тот человек начинал сгорать. И люди стали бояться его. Сказали, ой... И на хинде говорят, что когда кто-то тебя сжигает, и он называл Басмасуром, и его стали называть из-за этого. И он начал всем говорить, я Бог, я настоящий, властью обладаю, поклоняйтесь мне, слушайте, подчиняйтесь, и следуйте за мной. Люди боялись, и начали поклоняться. Никто не мог его убить. И кто-то пришел, и кто-то сказал, что только Шива имеет силу, чтобы спасти нас от него. И они пошли к Шиве. Пожалуйста, спаси нас. Шива сказал, я не могу, потому что это я дала ему эту силу. Я дал ему эту способность, что кому бы он не притронулся, тот человек сгорит. Теперь как я могу отменить. И люди пришли к Басмасуру и говорили, мы помним Шиву, а Басмасур отвечал, нет, не Шива, только я. Если вы упомянете ему Шиву, я убью вас. Он просто понимал, что только Шива может с ним соревноваться, и тот, кто больше него, это лишь Шива. И сказал, хорошо. И он сказал, теперь я покончу и с Шивой так же. И он пошел к Шиве, Шива посмотрел, в Асмасур. Увидел, что Басмасур идет убить его, и он убежал. Как люди начали говорить, как ты убежал, убежал, ты наивысшая сила, ты же Шива. Тебе достаточно просто посмотреть, чтобы он исчез. и Шива говорит, нет, он вспоминал меня, он медитировал на меня, и я дал ему эту силу, как я могу ее закончить. Это я дал ему? потому, что он просил. И Шива убегал, и Басмасур бежал за ним. Сказал, хорошо, я сейчас убью тебя. И в истории говорится, что они долгое время бежали так. Шива избегал его. И два дня назад я сказал одну вещь. Даже если все существует, однажды Шива победит, потому что Шива — это истина. Никто не может победить истину, потому что истина всегда побеждает. истина всегда побеждает. Но если у вас есть сила или что-то такое, вы можете создать проблемы для истины. Да, это вы можете. Победить — нет. В конце концов, победа будет за истиной. Демон будет побежден в конце концов. Истина победит в конце концов. Но Шива тоже испытывает проблемы, он там приходится убегать. И в истории говорится, что другой мастер Вишни, Вишна посмотрел на Шиву, что у него затруднения такие возникли большие, что он убегает из одной пещеры в другую, из одной горы в другую, а Басмасур все время бежит за ним. И Вишна сказал, хорошо. Они поговорили, Вишна и Шива поговорили и решили что-то предпринять. Хорошо, ты дал ему эту силу, что на кого бы он не притронулся, что тот умрет. И Вишна превратился в самую красивую женщину, девушку. Басмасур шел, и он там стоял. Басмасур посмотрел, о, я не видел никогда такой красоты. это что-то из небес исходящее. И Шива улыбался. Ну, демон это демон. Ум это ум. Забыл все, что он делал. Он сказал, хорошо. Шиву я убью позже, сейчас я хочу быть, насладиться. Я убью его потом, но сначала я хочу понаслаждаться с этой девушкой. Затем они начали разговаривать, ну там, гулять. И она сказала, давай потанцуем. Басмасур. Голос ответил, я никогда не танцевал. Демон, дьявол никогда не танцует, он хочет убивать. он хочет создавать проблемы. Танец, пение, это не их путь. Они не думают, они только думают о том, как создать проблемы. Если кто-то медитирует, как помешать им. Как я могу создать проблемы для мастера, проблемы для истины. Это всегда так. Каждый дьявол, демон, вот такой. И говорит, я не знаю, как танцевать, я никогда танцевал. Эта девушка говорит, не проблема, я могу научить тебя. Просто повторяй за мной. Он ответил, окей. И вот она начала двигать, показывать движения разными. И он начал повторять за ней. И вот они вдруг пришли в гармонию. Она как бы загипнотизировала его. Ну, сильно так загипнотизировал. И так вот они танцевали, танцевали. И он забыл, он забыл, что он басмасур, он забыл, что он хотел убить Шиву. Он был абсолютно здесь. Ну да, когда вы танцуете полностью, вы забываете все. Вы будете в настоящем. И вдруг она положила свою руку к себе на голову. И он так же скопировал и положил свою руку к себе на голову. И как только он положил, он сгорел. И затем к Шиву пришел и сказал, о, Вишну, спасибо тебе. Ты покончил с ним. Вот такие вещи происходят с мастером. Мастер может дать вам, если вы вспоминаете, если вы медитируете. Он скажет, хорошо, вот тебе блаженство. Возьми его. Но если этот человек не способен, не готов, он может неправильно использовать. Он может даже попытаться там напасть, на мастер. Он забыл, забываешь, что мастер, он говорит, что если я убью Шиву, то никого больше не будет и весь мир будет вспоминать обо мне. Но он не знает, что Шива – это Шива. Мастер – это мастер. Хорошо, он дал тебе силу, но он может что-то еще сделать. Он может с тобой покончить. И Шива покончил. Вот такого рода очень много историй с Шивой, с Кришной. Через сотни, несколько сотен лет начинает приходить история по поводу Ошу. Начнут приходить истории об Ошу. что там президент Америки, что он посадил его в тюрьму, но не смог его там удержать. И Ошу с ним покончил. В конце концов. Что он его пытался отравить, но этот яд не сработал. И вот такие истории будут. Это всегда так происходит. И у всех мастеров потом за ними появляется история. При их жизни они не возникают, но потом они возникают. И люди начинают думать об этом. вот такого типа вещей происходит. И значение в том, кто-то меня спрашивает, почему ты даешь так сильно, много силы кому-то, даже если ты знаешь, что он тебя может предать или неправильно использовать, я говорю, нет. Я знаю, что он там демон или там дьявол, мужчина, женщина. Мои двери открыты для каждого, всем. Любой может прийти. Я не говорю, что никто не должен прийти там. Ты приходи или нет. Для меня. как дьявол, так и божественные. Нормально. Потому что я знаю, на самом деле ты не дьявол, ты не божественная за всем этим. Ты сознание, потому что все приходит от сознания. И если ты придешь, может быть, твоя дьявол, дьявольство, может даже твоя божественность закончится и там останется только сознание. Я не говорю, ты мужчина, женщина, не смотрю, мужчина, женщина правильный, неправильный, высокий, низкий. Кто-то приходит и говорит, мастер, я хочу тебе послужить, сделать что-то для твоего, вашего. Я говорю, хорошо, делай, потому что кто-то должен этим заниматься. я думаю, может он побудет в этой энергии, будет молиться, работать, делать севы, может он изменится, может, конечно он изменится, изменения происходят. каждый наполнен негативом, негатив должен измениться, изменение может произойти только с мастером. Мастер говорит, делай медитации, наблюдай себя, и твоя негативность трансформируется, и трансформация происходит. Многие люди трансформируются. Многие люди трансформировались уже. Я знаю себя, я трансформировался. У меня было так, много гнева. Я знаю, что столько гнева, сколько было у меня, я думаю, ни у кого нет столько гнева. Я был очень, очень гневливым человеком. Без всякой причины я готов был драться. Я шел на дороге и вызывал каждого на драку. Со мной там были пять-шесть ребят я вызывал на драку. Не важно, так много во мне было насилия. В то время я думал, почему я так все время беспричинно хочу напасть на кого-то. Я хотел власть свою показать. Если Гитлер, если вы скажете, что Гитлер был неправ, я не так не скажу, это просто его энергия была такой. У него была такая вот энергия, сила, но она пошла в неправильном направлении, в негатив. и не так, что мастер вас не любит или вы не нравитесь. Он любит всех, потому что внутри вы все точно такой же, как он. Внутри ваше сознание, но ему не нравится ваш ум. Он борется с умом. Он борется с эго. Будда говорит, что этот ум это мар на хинди называют. Кто-то говорит, это шайтан называет. Если ваша энергия абсолютно позитивна, вы идете в позитивное существование, к центру, тогда вы бхагуан. Если ваша энергия течет на ружу материальное, вы в некоторой степени вы шайтан, потому что там есть всегда шайтан и мастер борются. Мастер не с вами борется, потому что вы просто сознание. Как он может сам с собой бороться, потому что вы одно. но между вами стоит ум и он борется с умом. Эта битва будет продолжаться до самого последнего момента, пока ум полностью не закончится. Эта битва будет происходить между мастером и учеником, между умом бессознательного ученика, и это будет продолжаться, если ваше понимание, мышление правильное, тогда вы будете идти путем любви, любви к мастеру, будете делать медитации, будете любить, будете в сдаче, и тогда вы тоже закончите. Но если вы не так хотите идти как басмасур, как демон, тогда хорошо. Шива сказал ему, я покончу с тобой, если ты не понимаешь. Будь таким, будь правильным, будь любящим, приди на правильный путь, но демон никогда не слушает, демон это демон, такова его природа, что делит. Он никогда не слушает. И в нас, в вас, это тоже происходит. Когда мы приходим в свое дьявольство, мы никого не слушаем. Тогда вы слушаете ум, ум говорит, делай это, хорошо. Он говорит, побей. Там оскарбит для даже мастера. может оскорблять. Даже бросать камни может мастера. Даже распинать мастера или отравлять мастера он может. Когда это бессознательно выходит наружу, тогда все ваше понимание, все ваше правильное мышление. На хенде мы называем это вивеком. Когда ваш вивек заканчивается в то время вы не можете думать правильно. Но мастер ждет. Хорошо. Неизвестно, может быть, он снова изменится и придет к медитации, к любви, и эта любовь его изменит. Тишина наблюдения может изменится. И он всегда здесь в надежде, что однажды и однажды обязательно каждый демон, каждый дэва трансформируется, каждый мужчина, каждая женщина станет сознательным. Однажды вы совершенно точно станете сознательным. Что произойдет с вами? Это неизвестно, но совершенно одно точно, что вы станете сознательным однажды. Но не спрашивайте, когда время я не могу вам дать. Время зависит от вас. Сколько это займет у нас? Может сейчас? Может через год? Может через десять? Может всю жизнь это займет? Может три жизни? Может десять жизнер это зависит насколько много у вас есть негатива и вам нужно очистить однажды он очистится и мастер борется не с вами он никогда не борется с тем кто там сидит внутри тот кто управляет вами тот кто движет заставляет вас делать одно другое это ум сознательный ум он не очень сильный без сознательным очень сильно абсолютно сильный и в вашем бессознательном вы сделали очень много каких-то сильных вещей иногда вы были королем иногда вы были очень известны иногда вы убивали много людей иногда вы любили многих людей в прошлых жизнях мы делали все и бессознательный ум знает это и когда он выходит наружу он начинает все разрушать все 500 лет назад была тверцетленная женщина ее звали мира она пела все время танцевала и пела вы видите две вещи все просто вспоминала кришны и начинала танцевать и петь пела себе и она говорит что мой ум очень самый худший и похож на сумасшедшего слона и когда он приходит к своей в силе он становится бешеным начинает уничтожать все что возникает на пути если придет какой-то слон если вот он зайдет в эту область через полчаса этот холм эти деревья это здание он все разрушит все что здесь есть три дня назад я видел в новостях что один слон сошел с ума и на дороге там стояла машина и он просто выбросил эту машину с дороги как мячик потому что есть так много сил а ума намного больше силы когда он в бешенстве когда он приходит в это разрушительное состояние тогда он становится Гитлером тогда он может стать басмасуром когда он становится басмасуром когда он становится Гитлером только ваше доверие к мастеру доверие к существованию любовь существование может спасти вас может успокоить вас охладить тогда вы можете успокоить постепенно эта энергия выйдет как если вы будете наблюдать это происходит с вами иногда вы сидите и очень много ума и даже не можете понять что происходит так много ума и вы устали уже от своего ума говорите это слишком много не секунды промежутка и когда вы смотрите на этот ум говорите о существовании пожалуйста покончи с этим это слишком много я не могу пожалуйста сделай что-нибудь возникает вот эта молитва и желание что я хочу завершиться я смотрю на свое эго на свой ум и каждый имеет это больше или меньше иногда у вас много иногда медитация идет очень хорошо и в следующий день вы приходите сегодня будет еще лучше и вдруг обратное только ум и вы говорите что это такое слишком много я говорю чтобы не происходило просто наблюдайте тихий наблюдать большой наблюдать обычную наблюдать нет ума тоже наблюдать когда нет ума нет того кто наблюдает на самом деле ум наблюдает за ума у каждого когда кто-то говорит когда у нас есть негатив что нам с этим делать я говорю путь просто садись и наблюдай наблюдение это единственный путь мастер говорит только одно медитируй медитируй и медитировать медитация это путь только медитация может завершить ничего другого только наблюдение через наблюдение и наблюдение ваш свет растет и ум который темнота он будет уходить он не может находиться много перед светом шива это прекрасно все мастера это хорошо и мы должны любить и быть открыты ко всем каждому мастеру каждый мастер это свет это божественное это сознание к дж л л Продолжение следует...